Каждый день в приемную губернатора приходят больше полутысячи писем, раздаются сотни телефонных звонков. Кубанцы обращаются сюда как в последнюю инстанцию и с последними надеждами на помощь приходят на личный прием. Мать Натальи Зайцева из Услабинска с лета прошлого года практически не встает с постели. У пенсионерки перелом шейки бедра. Нам назначили операцию в Краснодаре на 29 января 2016 года. А маме сколько лет? Маме 61 год. Нам бы хотелось, чтобы чуть-чуть пораньше сделали эту операцию. Почему поставить человека на ноги? Возможно, только спустя годы. Этот вопрос Вениамин Кондратьев адресует министру краевого здравоохранения. По словам Евгения Филиппова, очередь на операцию на суставы сегодня действительно есть. Вся проблема в финансировании, говорит министр, весь необходимый материал закупается за границей. Но в экстренном случае сроки действительно можно сместить. И назначает прием матери Натальи на середину мая. В свою очередь руководитель региона недоумевает. Почему так затянули с лечением? Если был близкий родственник кого-то, сидящего у нас здесь, мы бы сделали все, чтобы эта операция прошла буквально на следующий день или через день после трагедии, которая произошла. Не может быть чужой боли. В данном случае это экстренная ситуация, которая требует, на мой взгляд, экстренной медицинской помощи. Эта женщина, она не двигается. Те, которые прикованы к постели, они ходить не могут. Рачки, мы лишаем ее жизни. Все может быть, ей уже может что-то понадобиться. Если нет денег, это для меня принципиально не ответ. Принципиально. Нет ничего дороже человеческой жизни. Ничего дороже. Поэтому мы будем выравнивать бюджет таким способом. Если нужно, жителям края определенная сумма для их жизнедеятельности. Мы ее будем находить. А вот первоклассник Ваня приехал на прием из станицы Хаперской Тихорецкого района. Просьба к его губернатора у него больше даже не личная, а общественная. Мы хотим детскую спортивную площадку. А где? В станице Хаперской. В их станице живут больше двух тысяч человек, рассказывает мама Юлия Аронская. Довольно много молодых семей с детьми. А практически весь досуг – это школьный стадион. Выслушав просьбы Вани, его маму Вениамин Кондратьев поручает проконтролировать решение этого вопроса главе района. Детская спортивная площадка должна быть построена уже к началу нового учебного года. Если мы при школе сделаем хорошую спортивную площадку, на которой они будут и на уроках физкультуры заниматься спортом, и в неурочное время. Такой вариант вас устроит? Да, устроит. Совершенно верно. Школа находится в центре станицы. Ванечка, тебя такое устроят? Если при школе будет спортивная площадка, тогда по рукам. Одна из самых распространенных проблем, с которой кубанцы обращаются к главе региона – строительство и ремонт дорожных магистралей. Наталья Ищенко из Славинска-на-Кубани рассказала Кондратьеву о регулярных подтоплениях во время дождя на улице Дзержинского. Решить этот вопрос глава района Роман Сенеговский обещает и жительнице города, и руководитель региона до конца сентября. К этому же сроку приведут в порядок и улицу Комарова в хуторе на Украинском Крымского района, узнала на приеме Нелли Ярошук. Кстати, она на встрече с его губернатора задержалась дольше всех. Вениамин Кондратьев расспрашивал девушку, какие еще проблемы волнуют местных жителей и чем увлекается молодежь в хуторе. А клуб в хорошем состоянии? Ну, в хорошем. А вечером? Какую молодежь в целом? Вечером у нас спортзал открыт до 12 часов ночи, постоянно. После Нелли Ярошук призналась, не ожидала, что придя с одной проблемой, решить получится сразу две. Все отлично. Будет у нас детский садик, будут у нас дороги, все будет хорошо. То есть пришли здесь с дорогой, а ушли еще детский садик. Мария Крошина, Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Антон Калиниченко. Кубань, 24, Краснодар.